Берегите лес! Знакомьтесь, Даша, наша эко-активистка. Так, вот сюда блогера, вот сюда рэпера, вот сюда тиктокера. А что ты делаешь? Сортируй мусор. Актуально смело, а главное смешно. На сцене молодежного центра «Импульс» собрались команды КВН. В прошлом году побороться за сейнику оба главы городского округа Матища можно было только в формате онлайн. На этот раз команды встретились лицом к лицу. Поэтому неудивительно, что встреча была долгожданной. Много актуальных событий, они у нас происходят всегда. Вам не знать про это. Соответственно, мы надеемся, что команды будут очень интересно шутить именно на актуальные темы и удивлять именно этими моментами. Поднимали настроение гостям 13 команд из Москвы и Подмосковья. КВНчики шутили про учебу, отношения, семейные ценности, хобби и музыку. Не обошлось и без шуток о здоровье. О май гад! Так, 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 стоп! У вас что, побочка от вакцины пошла? Чего вас так сключу? А это что, не кастинг? Беременна в 16, прямо по коридору. Ах! Дим, ты с девочками общаться вообще не умеешь. Мы вот сколько стоим, а до сих пор ни одного комплимента не услышали. Какая стрижка, а какой костюмчик, товарищ ведущий, вы сегодня на высоте. В команде не в этом случае играют ребята, которые учатся в Институте пищевых производств в Москве. На сцене они два года. Игроки уже побывали в планете КВН и на других юмористических площадках. А в мытищах выступают впервые. Я еще в школе начала заниматься в театральной студии. И потом мой дедушка был причастен к КВН. Он мне рассказывал какое-то счастливое студенческое время, когда он ездил выступать, гастролировал. Соответственно, еще плюс КВНа в том, что ты можешь проявить не только свои театральные навыки, но и также интеллектуальные и юмористические. На сцене молодежного центра «Импульс» выступили как опытные команды, так и начинающие. К таким можно отнести мытищинскую команду «Бешеные волки» на байке. Им всего месяц, но задоры желания шутить огромные. Взговор штурм и начинаем, перебираем актуальные темы, которые есть. Вспоминаем старо-забытые темы, но тем не менее сейчас ставшие актуальными. Сборная России нас обрадовала, так сказать, хорошими новостями, в кавычках, конечно же. Поэтому есть о чем пошутить. По итогам лиги третье место у команды Евгений Александрович. Второй у «Какобычного». А победителем осеннего кубка стала команда «Тугезе из Мэтищ». Алла Сталаев, Андрей Капустин, первый мытищинский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...